Басмалая рахмана рахима. Алхамду лилях. Аллах и ляду лалями. Ассалатуу. Ассалатуу. Анафина мухаммадин. Анафина мухаммадин. Анафина мухаммадин. Анафина мухаммадин. Но мы сегодня с вами начнем изучение книги, которая называется «Мухиммад вил джигад». Книга, связанная с отношением к джигаду Али-Суна вил-джамаа и понятие, что это такое, для чего. Абдул-Разиз бун Райс, шейх. который составил этот труд предварил свои рецензии эту книгу я посмотрел эту книжку или это исследование и нашел что она хорошая в изложении этой темы и подпись итак сегодня ни для кого не секрет что в настоящее время мусульманская умма находится в состоянии слабости и что враги ислама сегодня и враги мусульман в состоянии верующих людей по отношению к их врагам сегодня непростое испытание сложное поэтому конечно мусульмане они их обязаны стремиться к тому чтобы освободить себя да от гнета и от притеснений но для того чтобы мусульманам избавиться от своей слабости и от своего унизительного положения для этого им нужно прежде всего выяснить а в чем же причина то есть провести диагностику этого заболевания почему же мусульмане слабые почему со всех сторон на них все набрасываются почему это унижение для умы почему мусульмане в таком состоянии проблема мусульман сегодня что они перепутали болезнь с симптомом мы знаем что если есть болезнь то бывает причина болезни и бывают ее проявления симптомы так вот умный человек тот который смотрит в корень болезни исцеляет причину лечит причину когда лечишь причину тогда уходит болезнь глупо лечить симптомы сами проявления только хорошо да симптомы тоже лечатся но лечить их только несмотря в корень зла или в корень проблемы это неправильно многие люди сегодня перепутали между болезнями и симптомами между болезнью и симптомами а раз перепутали что есть болезнь а что есть симптом то значит перепутали соответственно и лекарство и лекарство назначено неправильно есть люди которые думают что болезнь умный причина ее слабости это хитрость врагов хитрость врагов то есть их козни их планы какие-то хорошо но безусловно это так то есть враги конечно поскольку не враги ислам и враги мусульман конечно не физки это планы из хитрости есть козни в отношении мусульман это само собой но является ли это причиной болезни причиной слабости мусульман их козни против нас их планы и замыслы многие люди так думают то есть первая группа которая думать что это так поэтому они говорят стараются занять мусульман чем тем чтобы исследовать планы врагов исследовать их книги их высказывания что кто сказал политику хорошо и занять мусульман этим то есть занять их политикой занять их планами каферов их замыслами и так далее изучением каких-то катехизисов изучения каких-то там сынов сиона там планов и записи и всего такого что что сказал буш что сказала тетчер что сказала тогда то есть занять мусульман этим и так будет решена проблема думают они вторая группа которая думает что болезнь это раскол среди мусульман или прежде скажем да это вторая группа которая думает что проблема мусульман это правители то есть несправедливые правители мусульманских странах которые есть корень зла всего хорошо раз так раз они есть корень зла а значит лишь решение проблемы ясная то есть убрать этих правителей свергнуть их заметь их хорошими людьми и все будет нормально мусульмане снова станут сильными зацветет мусульманская умма и поэтому лечение такое они назначают и занимают людей тем что начинают людей наполнять их сердца и души ненавистью к этим правителям решимостью выступать против них словом и оружием и бороться делать революцию и так далее третья группа которая думает что болезнь это раскол расчлененность мусульман физическая то есть что вот мусульмане так разделены на страны разделены на какие-то коалиции там и так далее и так далее хорошо национальности и прочее то есть раскол их физический поэтому лечение какое они говорят лечение всех объединить объединить чтобы все стали как один хорошо то есть в своей борьбе и все это лечение на самом деле это тоже ошибка и так эти три группы которые заблуждаются еще есть еще и другие тоже хорошо так основные таки которые заблуждаются в чем заблуждаются в диагностике болезни и в лечении болезни то есть они прописывают не то лекарство которое прописывает тот который исцеляет то есть аллах субханаму тааля говорит в куране и проксусом сунни причина ошибки первая группа первая группа они что говорят что причина мусульман их бед это что козни каферов и планы каферов да и так далее так далее они ошибаются и причина их ошибки в чем в том что аллах субхану тааля указывает на в куране на то что если мы будем сами бояться аллах если мы будем крепко держаться за его книгу из-за сунного посланника тогда нам не повредят козни наших врагов и аллах субхану тааля говорит интерс беру вот это куляя дураком кейдер вообще а если вы будете терпеливы и богобоязнен и то не повредят вам их козни вторая группа это кто который говорят что причинам это правители злые правители которые притесняют народы их причина причина их ошибки в том что правители эти это не что иное как наказание от всевышнего аллах какие люди таковы их правители если люди не платят закат не платят вадеба ты то что обязаны платить до из своего имущества и давать сада по тогда аллах субхану тааля дает таких правителей которые устанавливают бешеные налоги забирают их имущество и так далее хорошо то есть какой народ вот такой не убывает и правитель то есть такие эти правители по причине грехов то есть хакемы эти до правители по причине грехов махкомов то есть тех кем они управляют доказательство этого ласу антаре город куране вы казали к новой либо давали мина барда и макану икс и бу итак одних нечестивых или беззаконных мы направляем ставим над другими да за то что они приобрели поэтому несправедливые правители это лишь симптом хорошо болезни сама в ком махкомах то есть те кем управляют эти правители говорящими сами поверьте он обращается к молодежи мусульманского всех странах терпите и станьте сами праведные и поверьте что если вы станете праведные тогда ваши правители вынуждены будут стать праведными они станут такими тогда хорошо третья группа говорит что проблема мусульман их слабость в чем в расчлененности да это действительно проблема никто не не оспаривает это да этот факт лечение не назначают что всех объединить объединить в чем их ошибка ошибка их в том что если объединить всех объединить ряды мусульман со всеми теми грехами заблуждениями новшествами ересью ширком который творится в уме просто и взять и объединить то это не принесет никакой пользы потому что аллах субхану талия указывает на это в куране говорит вае ума уме и не из-за джеба кумка с раду кум фаром тониан кум шеи а в день у нее на то есть битвы при они когда вы вам понравилось даст ваша многочисленность то есть вы обольстились вашей многочисленностью как нас много фаром тониан кум шеи но это ваша многочисленность ни в чем вам не помогла ничего с не избавила и так значит объединять ряды вместе с этими грехами вообще даже это это сам по себе грех объединяться с какими-то могила поклонниками хорошо всякими суфиями людей которых нарушения вот в ахиде и так далее нужно не просто не объединяться с ними а нужно им что объяснять истину нужно призывать их к истине нужно объяснять их ошибки и устранять эти ошибки в уме разъясняя заблуждение хотя бы сердцем и соли беда мы не сидим вместе хорошо просто так и не не будем дружбу отдаем их их право которое которым они обладают объясняем призывают к исламу хорошо если мы будем с ними забывать не обращать внимание на их заблуждения не обращать внимание а то что они хотели бы быть все вместе и надо говорить о проблем и надо говорить о том что вас разделяет будем говорить о том что вас объединяет хорошо тогда алас упадает именно комедия миссию в таком случае как они если человек который ругает абу бакара для тебя он все равно ты будешь не вести дружбу и быть с ним в одном ряду просто для того, чтобы быть вместе и бы нас было много то это ошибка, на которую указывает Куран и Сунна поэтому ошибается человек, который первый основатель известной группой Иван Муслимин Хасан Аль Банна Рахима Аллах который говорит, что давайте мы с вами объединимся на том, на чем мы сошлись и простим друг другу то, в чем мы разногласим не будем об этом говорить и простим это друг другу поэтому мы видим, что Хасан Аль Банна и последователи его что у них в этом вопросе есть нарушения они применяют это на практике объединяясь с рафидитами, объединяясь с суфистами и так далее, со всеми этими группами мы сказали это, что эти болезни, это все, вернее эти причины, это не являются причиной болезни это не болезнь, это лишь симптомы тогда человек может спросить, а где же тогда то есть ошибки то вы сказали да, что диагноз болезни ума не в этом а в чем тогда скажите ответ на этот вопрос сообщение муталатиш то есть множество сообщений которые из в Куране в хадисах Прокоса Аллаху Алиюсалям что те беды, которые обрушиваются на верующих людей те беды, которые обрушиваются на рабов Аллаха причина их их собственные грехи их собственные грехи доказательство этого в суре Али-Имрана Аллах Субхан Али-Имрана говорит на мусульман слабость мусульман это их грехи хорошо итак болезнь это то, что мусульмане отошли от своей религии то, что они противоречат шариату своего пророка соответственно лечение и исцеление будет в чем? возвращение к истине возвращение к истине самый главный из грехов самый главный из грехов в отношении которого тоже мусульмане сегодня к которому относятся легковесные которые совершают повсюду ширк даже к нему мусульмане относится легковестно не говоря уже о других грехах поэтому и симптом этой болезни в частности является что? live только far то есть, что каферы сегодня мучают мусульман что каферы сегодня захватывают мусульманские земли мусульманские страны и симптом этой болезни что появляются правители которые несправедливы в ряде мусульманских стран хорошо что говорить если сам ширк то есть самый главный грех и тот совершается мусульманами повсюду, как мы сказали, и укоренился широко, и поднимает свое знамя, поднял свое знамя, ширк, в большинстве стран ислама. Что сказать, если талхид повсюду в исламском мире сегодня с ним воюют? То есть, те люди, которые считают себя мусульманами, они воюют с талхидом. Кроме, конечно, Саудовской Аравии, где мы знаем, что там сначала, с первых классов люди изучают талхид, дети изучают эту великую науку. И если даже такая вещь, как ширк, и то отношение мусульман к нему такое сегодня, что люди воюют с талхидом, провозглашают везде ширк, а это самый великий грех, что тогда уже говорить о других грехах? Шубугааты, то есть ложные представления, грехи, мы говорили, бывают такими двух видов, да, шубугаат и шагават, со стороны шагават, хорошо, грехи со стороны шубугаат и со стороны шагават, то есть страсти и ложные представления. И те, и другие, они господствуют сегодня в мусульманском мире, господствуют. Поэтому умма, она должна заняться лечением болезни, хорошо, а не считать, что лечение симптомов поможет ей. Дальше, в пророке саллаху алейкум саллаху приводится хадис, который Чехолабани сказал, что он достоверный о нем, а есть от хали саллаши алейкум саллаху алейкум на одну пять, этот человек с себя, то есть снимает со своей шеи, как бы обязанности ислама, до тех пор, пока, то есть снял с себя ислам, пока он не вернется к этому. И дальше сказано, тот, который, дааби, даабаль, джагилия, который провозглашает всякие джагилийские призывы, всякие джагилийские лозунги, то такой человек будет из обитателей ада. Один человек спросил у послания Николая, даже если он молился, и даже если он постился, он сказал, даже если он молился, и даже если он постился. В этом хадисе много польз разных, разных полезных выводов, но мы остановимся на тех, которые связаны с нашей темой. Связаны с нашей темой. А тема наша мы упомянули вначале, да, то есть в этом хадисе указание на что? На предписанность, на существование такого великого вида поклонения в исламе, как аль-джигад, фи-сабили-ллях, хорошо усердствование на пути Аллаха, и множество доводов, да, из Кур'ана, из Сунны, пророка, салу-саляму, таватир, где рассказывается о велении совершать это великое поклонение Аллаху, и упомянуты преимущества этого вида поклонения. Говорит Аллах, субхану-саляму, аль-джагиду-би-ам-валикум-ан-фусикум-фи-сабили-ллях, усердствуйте имуществом своим и душами своими на пути Аллаха, и говорит Аллах, субхану-саляму, верите в Аллаха, верите в его посланника, и совершаете чихат на пути Аллаха со своими имуществами, со своими душами. Это лучше для вас, это благо для вас, если бы вы знали. И оба шейха приводят хадисы Таан Сабдамалик, Рада Аллаху Таальян, что Броксус сказал, что дела совершаемы на пути Аллаха утром или вечером лучше мира этого и всего, что в нем есть. Хорошо. И много других сообщений, указывающих на превосходство этого вида поклонения. Ибн Кудама, рахимагуллах, по поводу хукма. Джихада. То есть, теперь разберем его хуком в исламе. Говорит Ибн Кудама, то есть, является фардом кифая, по мнению большинства ученых. По мнению большинства ученых. И от Ибн Саиды Ибн Мусейба, говорит, он передано, что он из фардов айн. Хорошо. Но правильное мнение, что фард кифая. Фард кифая. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, Не сравняться те, которые сидят из верующих, кроме тех, кто имеет какие-то уважительные причины и болезни. И те, которые совершают джихад на пути Аллаха, своими имуществами, своими душами. Аллах дал превосходство муджагида, которые совершают джихад своими имуществами, своими жизнями, над теми, которые не совершают его. Дал им преимущество, на степень. Но и тем, и другим обещал Аллах прекраснейшее. И тем, которые совершают, и тем, которые не совершают. Это на что указывает? Указывает на то, что те, которые не совершают, они не совершают грех, если совершают другие. Как называется это кухоком, когда кто-то совершает его, тот с других грех снимается. Называется фард кифая. То есть, говорит Аллах субханаму ата'аля, верующим не следует выступать в поход все вместе. Сказано, почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучать религии и увещевать людей, когда они вернутся к ним. Возможно, они будут истерегаться. То есть, это тоже указывает на что? На то, что это фард кифая. Фард кифая. Доказательства из Сунны, то, что Прок, саламу асалам, находясь в сам Медине, посылал, отправлял отряды, да, отправлял людей, военные походы сам, находясь в это время в Медине и другие тоже сподвижники с ним оставались. Тоже указано то, что это фард кифая. Ахмад рахимагуллах, вернее, Аль-Асрам, передает от Ахмада, что он сказал, я не знаю из деяния благочестия более лучшего, чем Джигат Ви Сабирилля. Конечно, здесь речь не идет о фардах. Некоторые путают и думают, говорят, видите, значит, он лучше, чем намаз. Хорошо, это ошибка. А эти слова имам Ахмада о чем? О том, что не является вадебом для каждого. То есть человек не может сказать намаз, а то есть Джигат лучше, чем намаз. Нет. Хорошо? Другие ученые, то есть некоторые ученые говорят, что из деяния благочестия это лучшее. То есть Джигат это лучшее. Хотя большинство ученых, они склоняются к тому, что рильм самое превосходное из деяний. Хорошо? Но цель не является наша, сказать, какое из деяния лучше, какое более превосходит. Другое. Цель наша указать на превосходство этого вида поклонения, на его высокое место, если это мы уяснили, а это важно уяснить, тогда нужно перейти к некоторым вопросам, которые нужно знать. Первый вопрос, и очень важный вопрос, который не понимают многие, что джигат на пути Аллаха, то есть джигат с врагами и сражение с ними в исламском шариате, установлен, то что называется по-арабски, то есть он установлен для осуществления других целей, то есть он установлен не сам по себе просто так, он не является самоцелью, джигат не является самоцелью, джигат установлен для осуществления других целей, для осуществления других целей. А каких целей? Одной цели. Установление религии Всевышнего Аллаха на земле. Сделать так, чтобы рабы Аллаха поклонялись Всевышнему Аллаху. И это цель его. Вот это само по себе является целью. То есть максуд лизати. То есть оно само по себе цель. Чигаджа это что? Средство к достижению этой цели. И установлен для этого Всевышнего Аллаха. Доказательство этого Аллах говорит. И сражайтесь с ними, пока не останется. Фитны. Пока не останется. Искушение и религия не будет принадлежать полностью Всевышнему Аллаху. Ибн Джарир, рахмагуллах. То есть Ат-Табари, да? Рахмагуллах. Он говорит. То есть сражайтесь с ними, пока существует чирк. То есть пока люди не перестанут поклоняться кому-либо, кроме Аллаха. Пока не уйдет это искушение. Пока не удалено оно будет с земли. Пока религия, поклонение будет принадлежать полностью Всевышнему Аллаху. Хорошо? То есть пока рабы Аллаха не будут подчиняться чисто, поклоняться чисто Всевышнему Аллаху. И он говорит. И именно такой-то все дают. Он говорит. Дают муфассиры. Это Ат-Табари, говорит, рахмагуллах. Передано это от Ибн Аббаса. Аль-Хасана. И от Катады. И от Садии. И от Ибн Джурейджи. И от других. Ибн Дакик Аль-Ид говорит. Потому что джигад, он говорит, это Василя. Василя, то есть средство. Средство к чему? К тому, чтобы возвысить религию. К тому, чтобы распространить религию. К тому, чтобы потушить неверие. К тому, чтобы победить врагов религии. Абдурахман Ассади, рахмагуллах. В Садии тоже указывает на это. Так Ассади говорит в Садии, что он говорит, по поводу твоя-то, да? И потом Всевышний Аллах, говорит он, упоминает цель сражения на пути его. То есть, какова ее цель? Что. Что целью джигада не является пролитие крови кафиров или взятие, захват их имущества. А цель его, это чтобы религия принадлежала Всевышнему Аллаху. И чтобы взял верх, взяла верх религия Всевышнего Аллаха над всеми другими, чтобы превознести ее над всеми другими религиями. И чтобы всем мушрикам, то есть, все, кто совершают ширк, чтобы стать заслоном на пути этого. В хадисе Абумусе, говорит посланник Аллаха, что такое джигад на пути Аллаха, он говорит, это тот, кто сражается для того, чтобы слово Всевышнего Аллаха было превыше от других слов. Ибн-Аль-Кием говорит, ради него, то есть, ради таухида, и обнажаются мечи. Ради таухида. Если бы он сам по себе был бы целью, то тогда того, что люди начнут платить джизью кафиры, хорошо, он бы не спадал. То есть, не прекращался бы. А Аллах, Субхану Талли, говорит, сражайтесь с ними, пока они что, не станут давать джизью. Это указано на то, что не сам по себе он цель. То есть, пролитие крови кафиров не является самым по себе целью. Целью является, или взять их имущество, целью является распространение религии Аллаха на земле. И поэтому приводится в сайхе муслим, что когда Пророк Саусельм назначал Амира над войском, то есть, посылал войско, то тогда он давал Уасия, то есть, оставлял его самого, чтобы он боялся Всевышнего Аллаха, даже и тех, кем он управляет, кем он командует. Потом говорил, ухзу бисмилля фисабирилля, то есть, совершайте поход или отправляйтесь на пути Аллаха с именем Аллаха, сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха, сражайтесь, но не делайте гулюль, что такое гулюль? То есть, не присылайте себе трофеи до того, как делят их имам, да? Не совершайте гадар, то есть, измены вероломства, не совершайте. Не делайте тамсиль. Что такое тамсиль? Это значит уродовать тела. Уродовать тела убитых, отрезать им уши, носы и так далее, да? Или как-то уродовать их, не делайте этого. Не убивайте детей. А если ты встретился с врагом из неверных, из язычников, тогда призови их к трем вещам. Три вещи, какие сначала? Ислам, то есть, принятие ислама. Потом, пророк, что я сам упомянул, если они не хотят принимать ислам, тогда джизья. Если не хотят платить джизью, тогда уже положиться на Аллах и вступить с ними в сражение. Итак, первый вопрос, который мы забрали, это что? Как если выяснили мы, что он установлен для осуществления другой цели, да? То есть, как средство к осуществлению главной цели, то есть, установления религии Аллаха на земле. Значит, прежде чем призывать кого-то к этому виду поклонения, или к этому действию, то есть, к джигаду, до этого обязательно нужно, обязательно должно быть тонкое шариатское понимание, и тонкое, и углубленное, и длительное шариатское исследование, является ли призыв к этому средству, в данных обстоятельствах, в данной ситуации, целесообразным? Является ли призыв сейчас к этому средству, да, в этой ситуации? Приведет ли он к осуществлению цели, ради которой установлен он джигад, или нет? Это, конечно, изучает кто? Люди, ученые, хорошо, с высоким уровнем знаний, долгое и тонкое изучение. Призывать к нему сейчас, в этой ситуации, к джигаду, приведет ли это к цели, ради которой он установлен? А цель, ради которой он установлен, это установление религии Аллаха. Или нет? То, что нужно знать людям и понять, и уразуметь мусульманам, что если они находятся в состоянии слабости по отношению к своим врагам, с точки зрения, что у них нет оружия, у них нет подготовки, по отношению к врагам они в состоянии слабости, то значит, им не следует использовать это средство в данном случае. Не следует использовать это средство в данном случае, то есть совершать джигад с врагом. Почему? Потому что они в данном случае находятся в состоянии слабости. Где доказательство на это, кто-то скажет? Доказательство на это сира нашего посланника, саллаху алисалям. Потому что Аллах, субхану ата'аля, не приказал пророку, саллаху алисалям, и с подвижникам воевать с кафирами, когда они находились в Мекке. Почему? Из-за слабости. Их в военном отношении, то есть физической силы не было, хорошо, по отношению к их врагам. Не было оружия, не было снаряжения, ничего. Кто-то скажет, где доказательства, или почему, кто еще так сказал, или кто так говорит, что поэтому. Скажем, что это понимание наших ученых. Тот, кто считает себя ахля сунаву аль-джама'а, хорошо. Тот, кто уважает своих салям нута имя, кто уважает наших других ученых, хорошо. Тот согласится с этим. Доказательство приведем. Слава ибн Та имя, рахима агуллах. Он говорит, «Было приказано воздержаться от сражения с неверными из-за слабости его, из-за слабости, из-за слабости мусульман. Отсутствие у них сил на это в то время. А потом, говорит нута имя, когда он совершил гиджру в Медину, то есть прокс, ассалям, да, и там у него появились помощники, появилась сила, тогда ему было разрешено совершать джихад. Потом говорит, а потом, когда у них появилась сила, то есть они окрепли там, в Медине, тогда им было предписано совершение сражения. А до этого не было. До этого им не было предписано сражаться с теми, которые не воюют с ними. То есть потом следующий этап, да, сначала вообще нельзя было. Потом, когда появилась в Медине какая-то сила, какое-то уже окружение, да, помощники, какое-то уже, какое-то войско, тогда разрешено, но опять же, не со всеми, да, только с теми, которые воюют, а с теми, которые не воюют, и скаферов с ними нет, не воевать. Хорошо. Потом, когда появилась сила, потом уже и с ними. То есть пришел приказ от Аллах Субхан Аталя сражаться со всеми кафирами, со всеми неверными. Хорошо, когда пришла сила. И когда говорит он, «Ляма фатах Аллаху Макка, определенное время», то есть договоры просто договоры мирные, да, но без, в точнее, сколько срок его, без срока договор, тем, говорит, в Нутеймия, было приказано Аллаху Субхану Аталя, пророку, чтобы он объявил им о том, что договоры прекращаются, что договоры прекращаются. И говорит дальше, в Нутеймия, «Причина этого, что воевать с ними, тогда, когда появляется сила». Хорошо. Потому что они, мусульмане, сначала были слабы, поэтому им не было предписано выступать против них. А когда религия окрепла, тогда им было приказано это, говорит он. Хорошо. Источник этого, «Актида сиратур мустаким», 1-й том, 420-я страница. Потом говорит, «Рахимагуллах, и это было итогом терпения и богобоязненности, который приказал Всевышний Аллах в начале». То есть, в начале приказал верующим только что «Сабр» и «Таква». И в то время, говорит он, даже в начале, когда только перебрались с проксовым исподвижниками в Медину, даже не брали у иудеев, которые жили в Медине, не брали у них джизью. Из других тоже не брали джизью. И он говорит, и вот эти аяты, они относятся к каждому верующему, который находится в состоянии слабости, который не может оказать помощь религии Аллаха руками, не может оказать ее языком. В таком случае, он должен делать это сердцем. Говорит он, что касается аятов о том, чтобы унижать, то есть сражаться с теми, которые из кафиров, и унижать их, то это относится, он говорит, к каждому верующему, который находится в состоянии силы, который может оказать помощь Аллаху и посланнику своей рукой, своим языком. Эти аяты, и подобные аяты, мусульмане, он говорит, их использовали, то есть, согласно им действовали в конце жизни пророка саллаху алейкум, и в эпоху праведных халифов. И это будет, он говорит, до судного часа так. То есть, будет какая-то группа из этой умы, которой будут придерживаться истины, которые будут помогать Аллаху, его посланнику. Дальше он говорит те слова, которые мы с вами записывали до этого. Если кто-то из верующих находится в земле, где он слаб, где они слабы, или в то время, когда они слабы, то пусть тогда живет сообразно аятом о сабре, о терпении и о прощении тех, которые оскорбляют Аллаха, его посланника, из тех, которых дана книга, и мушликов. Те же, говорит он, ахлюлькува, у которых есть сила, то они пусть уже действуют сообразно аятом о том, что нужно сражаться со имя Тулькуфр, то есть с имами Куфра, которые покушаются на религию Аллаха. Дальше, Абдурахман Ас-Саади, рахимахуллах, он говорит по поводу этого аята, мусульманам также не было приказано сражаться с врагами, и тому было несколько причин. Во-первых, Всевышний Создатель по своей мудрости, говорит он, не спасал религиозные законы так, чтобы они не обременяли рабов. И поэтому он начинал с самых важных и простых законов, постепенно переходил к более сложным. Во-вторых, внимательно, если бы мусульманам было приказано сражаться с неверующими, когда они были малочисленны и плохо оснащены, то это привело бы к исчезновению ислама. Аллах же позаботился о достижении мусульманами самой важной цели, не приняв во внимание менее важные вопросы. Были и другие причины, по которым мусульманам не было приказано сражаться во имя Аллаха. Несмотря на это, говорит он, некоторые правоверные хотели, чтобы Аллах приказал им сражаться с неверующими, даже при таких обстоятельствах. Безусловно, они были неподходящими для начала войны с неверующими. И поэтому мусульманам следовало исповедовать единобожие, совершать намаз, выплачивать закат и выполнять другие предписания, относящиеся к тому времени. Недаром Всевышний сказал, а если бы они совершали то, чем их увещевает, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их. То есть, когда тебе приказано это делать, делай то, что тебе приказано в этот момент. Хорошо? Не нужно говорить, вот лучше бы то сейчас, вот лучше бы то. Всего свое время подходящее обстоятельство для этого. После переселения в Медину, говорит он, ислама крепа, мусульманам было приказано сражаться с неверующими. В то время обстоятельства позволяли им поступить так. Однако некоторые из тех, кто прежде торопился сразиться с врагами, испугались их, проявив слабость и малодушие. И они сказали, Господи, почему-то приказал нам сражаться. Дальше, это слова Садир, Рахимагулла, слова Мухаммада, Мухаммад, 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 Кудра, то есть силой, способностей, мощи, при помощи которой они могут вести сражение. Если у них нет кудра, если у них нет силы, говорит он, тогда бросать себя в сражение, это все равно, что бросать себя к смерти, то есть совершение самоубийства. Поэтому, говорит Всевышний Аллах, и не предписал мусульманам сражения, когда они были в Мекке, потому что они были тогда слабы и не в состоянии это делать, когда же они совершили хидрую Медину, и когда у них появилось исламское государство, и когда у них появились силы, вооружения, вот тогда им было приказано сражаться. Поэтому, говорит, обязательно выполнять условия, говорит Усамин Рахимал, обязательно выполнять это условие, то есть наличие кудра, наличие силы. Если же этого условия нет, тогда эта обязанность, то есть обязанность совершения джигада, спадает с верующих, как и все остальные обязанности. Все остальные обязанности тоже выполняются как? При наличии на это сил Потому что Аллах Субханаталля говорит Бойтесь Аллаха по мере ваших сил Говорит Всевышний Аллах Субханаталля Возлагает Аллах на душу Ничего, что вне ее сил Из того, что вне ее сил Это слова Щейхус Амина Рахимагулла В книге Шарху Аль-Мумти В книге Шарху Аль-Мумти Тот же Щейхус Амина Рахимагулла Отвечая на вопрос по поводу Состояния сегодняшнего исламского общества То есть готовность его к джигаду Что он сказал Он сказал сначала Рахимагулла После того как указал на превосходство джигада На его степень высокую в исламе Хорошо, то есть ее цель чтобы религия Принадлежала целиком Всевышнему Аллаху Поклонение принадлежало только ему Был задан вопрос ему Обязательно ли сражаться сейчас Или можно при отсутствии сил То есть при отсутствии подготовки и снаряжения Что он ответил Он сказал и не обязательно и нельзя То есть не является ваджибом Во-первых Во-вторых нельзя Потому что мы не готовы к этому Он говорит Аллах говорит Он не предписал своего посланнику В Мекке сражаться с мушниками И потому что Аллах говорит Он разрешил своему пророку Заключить худайбийский мир С мушниками Заключить с ними договор Который если человек прочтет Текст этого договора То увидит что это унижение для мусульман Как будто ему покажется И многие из вас знают Какий был худайбийский мир Так что даже Умар Мухаттаб Сказал Я Расулля Аллах Аль-Хаку Адуан Аль-Батри Что Умар Мухаттаб Сказал О посланник Аллах Разве мы не на истине А не на лжи Сказал Да Пророк Саусалим Он сказал Почему же мы тогда Это унижение терпим Нашей религии Допускаем унижение Нашей религии такое То есть даже он подумал Что это унижение для религии Что это поражение Но Пророк Саусалим Несомненно Что Аллах Субхану Аталя Разрешил это ему И он сказал Я посланник Аллаха Я не ослушиваюсь его А он мой помощник Хотя говорит Внешне Договор выглядел Как поражение мусульман И дальше говорит Важно Что обязательно Мусульманам Совершение джихада Для того чтобы Слово Аллаха Было превыше других слов Чтобы вся религия Принвежала Аллаху Но сейчас говорит В руках мусульман Нет того При помощи чего Они смогут совершать Джихад с кафирами Даже говорит Он джихад мудафа Даже защитный джихад Не говоря уже О нападательном джихаде Несомненно Сейчас говорит Он Гайр мумкин Невозможно До тех пор Пока Всевышний Аллах Не приведет Такую умму Сознательную Сознательную умму То есть умму С высоким уровнем имана Который будет готова Своим иманом И духовно И иманьян И на все То есть по уровню имана И по своему состоянию Духовному А потом Говорит у нас Скорее То есть потом По своим вооруженным силам То есть по силе своего вооружения Мы же Говорит в таком положении Не можем совершать джихад Это слова Встреча в месяце Сафар 1414 года Встреча по четвергам Встреча 33 Еще то что указано То что сила Обязательна Это то что Аллах Субханава Он Сделал Условием Для обязательности Сражения Чтобы Верующих было Как минимум В два раза Меньше чем Кяфиров То есть Если верующих Меньше чем Кяфиров Больше чем в два раза Хорошо Тогда обязанность Совершения Сражения С ними спадает Если в три раза Их больше Тогда уже не вадеб Совершать Сражение Хорошо Поэтому сподвижники Они так и сделали То есть тогда Разрешается им Отступить и уйти Хорошо Так сподвижники И сделали В битве Примота То есть все это указано На что Для чего мы это Приводим Это второй вопрос Второй вопрос О чем Что обязательным Условием является Кува То есть наличие силы И муслим Приводит Одно у вас Абнусам'ана Историю О том Как Аиса Алейиссалям Будет Сражаться С Даджжалям Как он убьет Вернее Даджжаля Хорошо Иси Да Аллах Супан Тальвен Внушит Иси Скажет И не Хадах Рач То есть я Таких рабов Сейчас выведу Говорит Аллах Супан Тальвен Иси Внушин Против которых Нет у тебя силы То есть вы Не можете с ними Никого из вас Нет силы С ними сражаться Поэтому Возьми всех рабов И укройся с ними На горе Тур Укройся там с ними То есть имеется ввиду Что Я дюджи Има дюджи Послал Потом Аллах Я дюджи Има дюджи Има Новый говорит Это означает Что Нет силы Нет возможности То есть Слабы В отношении Них Поэтому Укройтесь Там на этой горе То есть в этом Хадисе Тоже доказательство Что Если Не было Нету Иси силы Алейиссалян Хорошо То есть По отношению К я дюджам Има дюджам Аллах Приказал Не сражаться Приказал Им укрыться На горе Тур Это тоже Доказательство На условия Кудра На условия Вообще Не встречали Ни одного Шейха Или ученого Который бы не сказал Что это условие Обязательно То есть Это условие Обязательно Условия Кудра Не только в джигаде В любом виде поклонения В любом виде поклонения Итак Мы сказали Второе Значит Пункт Это что Наличие Физической силы То есть Сила снаряжения Сила вооружения Третий Пункт Третий вопрос Что помимо Силы вооруженной Обязательно Должна быть Сила имана У верующих людей Обязательно Сила имана Потому что Если среди мусульман Распространены грехи И грехи преобладают И грехи господствуют Их много Если они Совсем слабо Держатся за свою религию Особенно Вопросе Таухида Вопросе Того что Придержатся сунны Если Ширк Кругом господствует Кругом ересь Кругом Беда Если Кругом По исламскому миру Куда ни посмотришь Совершаются Аркабайр Великие грехи Люди Ослушиваются Аллаха Если Мусульмане Привыкли Вообще Уже Ослушиваться Аллаха Для них Это обычное Дело Если Грешники Стали Господствовать Среди мусульман В мусульманском Обществе Дело даже Не в правителях А Просто Среди людей Грешные люди Они господствуют Те которые Берут вверх Если положение Мусульман Таково Тогда Какой победе От Аллаха Может идти речь Конечно И столько Аллах По своей милости Не даст Все в руках Его Хорошо Но Аллах Ясно говорит Когда вас Постигла Беда Культу Анна Вы сказали Откуда Это Скажи Гоме Индиан Фузикум Скажи Это От вас Самих По вашей Причине И Маджарир Говорит Культу Анна Газа Слова Аллаха Вы говорите Откуда Это То есть Вы говорите В уходе То что Случилось Почему Это Инна Газа Это Причины Говорит Имаджарир Что Это Случилось То есть Как Мусульмане Говорят Как Могло Это Случиться Если Мы Мусульмане Если Они Мушрики Если Среди Нас Посланник Аллаха Если К нему Приходят Откровения С небес Как Могло Быть Так Что Они Эти Кавры Победили Нас И Аллах Отвечает Это От вас Самих Говорит То есть Это Произошло С вами Из-за Вас Самих Потому Что Вы Ослушались Мой Приказ И Вы Потому Что Не Стали Подчиняться Мне Хорошо Это Слова Переданы От И Крым А Сан Джурейчи От Других Абу Дарда Говорит Поистине Вы Сражайтесь Своими Деяниями То Каков Ваше Деяние Как Вы Придерживаются Религия Аллаха От Этого Зависит Победа Ваша Дархман Ас Са Говорит Вы Говорите Откуда Это Нам Откуда Это Случилось Скажи Это От Вас Сами Что Когда Вы Стали Спорить И Ослушались Под Пророка Саллаху Али Ас После Он Показал Вам То Что Вы Любите То Победу Мусульман И Добычу Хорошо Поэтому Обвиняйте Самих Себя И Поэтому Прекайте Самих Себя И Остерегайтесь Тех Причин Которые Приведут Вас Гибели Дальше Приводятся Слова Ибун Тейм Очень Хороший Он Говорит Они Делают Таубу Потом Когда Они Делают Таубу И Когда Их Иман Становится Полным Совершенным Тогда Аллах Помогает Им Говорит Он Если Мусульмане Слабы Если В них Есть Слабость Если Враг Над Ними Преобладает То Это По причине Их Грехов По причине Их Прегрешений Потому Что Они Не Выполняют Ваджибаты Внешние И Внутренние Потому Потому Что Они Нарушают Границы Аллаха Как Внешне Так И Внутри И Если Раб Вернется К причине Если Он Начнет Устроить Причину Саму То Это Говорит Он Полезней Будет Для Него Чем Сражаться Или Спорить Драться С тем От К Нему Прошел Золим То От К Нему Прошла Несправедливость То Обратиться К причине Даже Более Полезно Даже Золим Совершает Беззаконие Но Почему На него Он Напал Почему Он Взял Над ним Вер По причине Его Собственного Золима По причине Собственного Беззакония И Дальше Он Говорит Полная Победа И полная Поддержка От Аллаха То Бывает Для Людей Обладающих Полным Иманом Поэтому Если Мусульмане Вернутся К религии Аллах Субхану Ата И Будет Держаться Книги Аллах Субхану Ата И Сунны В понимании Предшественника Таумы Тогда Аллах Субхану Поможет Им Тогда Он Даст Им Силу Тогда Они Окрепнут Потому Что Это Обещание Всевышнего Аллаха Абду Рахман Садик Говорит Аллах Обещал Тем из вас Которые веровали По поводу Аята Аллах Обещал Тем из вас Которые веровали Совершают Праведные Деяния Что Непременно Сделают Их Наместниками На земле И Он Говорит Это Одно Из Обещаний Аллаха В правдивости Истинности Которого Можно Легко Убедиться Аллах Обещал Мусульманам Которые Уверовали И совершают Праведные Деяния Что Они Непременно Ставят Наместниками На земле И будут Править На ней Они Также Смогут Исповедовать Исламскую Религию Которой Аллах Остался Доволенный Которое Суждено Восторжествовать Над всеми Другими Вероисповеданиями Аллах Посетил Мусульман Этой Религии И одарил Их Возможностью Исповедовать Ее Душой И телом И это Обстоятельство Свидетельствует О превосходстве Мусульман И милости Аллаха По отношению К ним Правоверные Не только Сами Исповедуют Религию Аллаха Но и Проповедуют Ее Среди Людей Наряду С этим Аллах Обещал Мусульманам Одарить Их Спокойств И безопасностью После того Как они Испытали Страх Было Время Когда Правоверные Не могли Открыто Исповедовать Исламскую Религию Потому Что Мусульман Было Намного Меньше Чем Неверных И потому Что Неверные Причиняли Мучительные Страдания Враги Аллаха Со всех Концов Земли Единым Фронтом Выступали Против Мусульман Именно В этот Тяжелый Период Аллах Не спасла Своим Рабам Это Славное Обещание Тогда Еще Никто Не мог Предположить Что Мусульмане Будут Господствовать На земле Править Странами И народами Иметь Возможность Открыто Выполнять Подписание Исламской Религии Жить В безопасности Испокойствии Поклоняться Аллаху Не приобщая К нему Сотоварищей Не опасаясь Никого Кроме Одного Аллаха Однако Первые Поколения Мусульмане Отказались От веры И праведных Деяний И превзошли Своих Противников И поэтому Аллах Одарил Их Властью На целыми Странами И народами Благодаря Чем Мусульмане Покорили Земли На востоке И западе Установили На земле Мир И безопасность Получили Возможность Открыто Исповедовать Религию Своего Господа Воистину Это было И остается Одним Обречь Верой И праведными Деяниями Как Аллах Позволяет Неверующим И лицемерам Держать На ними Верх И господствовать На ними Некоторое Время Правдивые Верующие Боящиеся Аллаха Поймут Что это Путь К величию К укреплению На земле И должны Следовать По этому Пути Только И увеличивать Число Тех Кто Следует По этому Пути Чтобы Не обманулась Чейтан Конечно Говорят Ученые Этот путь Он не скорый Он не скорый Проблема людей Что они хотят Скорых результатов Быстрых результатов Взорвали Там Тут Подорвали Там Убили Хорошо Быстро Хотят Быстрый результат Этот путь То есть Мы должны Людей Если мы хотим Величие мусульман Значит Мы должны Увеличивать Число Тех Которые Следуют По Аккурану И Сунни В понимании Сподвижников Хорошо То есть Правдивые Богобоязненные Верующие Может быть Этот путь Он займет Целое поколение Может быть Он займет Жизни Людей Хорошо Но Аллах Субхану Не приказывает Нам результат Аллах Субхану Приказывает Нам Блях То есть Донести Доносить И выполнять То что он любит Чем он доволен И следовать По пути Пророка Салам То есть От тебя Что зависит От тебя Зависит Доносить Для людей Истину И следовать По пути Пророка Салам По его Мангаджу По его Программе Следуй по ней Тебя не будут спрашивать За результат Хорошо Результат От Аллах Субхану Пожинать плоды Может ты не пожнешь Плоды сам Не увидишь их Хорошо Здесь в этом мире На тебе только передача И на Алейка Или Альбаля На тебе только передача Сказано Но ты должен Строго следовать По пути Пророка Салам И нужно все время Помнить Очень важное Правило Мы с вами Вы изучали раньше Тот кто Стремится Получить что-то До его времени То есть раньше времени Тот наказывается Лишением этой вещи Помните Мы изучали Когда наследство Скажи Что если Тот кто наследует Убьет Того у кого он Наследует То его лишают Наследства Почему Потому что он убил Его чтобы получить Наследство Так он наказание Ислама Что ему не будет Наследства Вот кто торопится С чем-то раньше времени Наказывается тем Что лишается Этой вещи Поэтому не нужно Торопиться Не нужно торопиться Нужно строго Следовать По манаджу Пророка Салам Некоторые говорят Ну до каких пор Это мы будем ждать И таких пор Мы будем очищать Мусульман Таких пор Мы будем призывать К чистому исламу Таких пор Мы будем воспитывать Их в любви К сунни И к следованию Сунни Субханаллах Если человек Искренний Если он честный Если у него Есть хотя бы Столичка знаний Про состояние Сегодняшней Мусульманской уммы Хорошо Тогда человек Сразу поймет Что то Что некоторые делают Сегодня Призывая умму Призывая людей Слабых К джигаду С кафирами Джигаду талиб Имеется ввиду То есть Джигаду нападательному Хорошо Сражайтесь С Америкой Сражайтесь С Россией Сражайтесь Там это Что это На самом деле Значит уничтожать Уму Обрекать ее Бросать ее В пропасть Потому что Умма К сожалению Поможет Всевышний Аллах В настоящее время Не только Она потеряла Свою силу Физическую Дело Не столько В этом даже А дело в том Что умма Потеряла Свою силу Религиозную Потому что Кругом Поднятые Знамена Ширка По исламскому миру Потому что Кругом Поклонение Аулия Приближение К могилам Потому что Кругом Суфизм Потому что Кругом Бида Уже не говоря О том Что кругом Искажение Имен Аллаха Атрибутов Аллаха Ильхад В именах Аллаха Ашариты Мортазилииты Джагмиты Повсеместно Господствуют Почти везде Кроме тех стран Которых помил Всевышний Аллах И эти вещи То есть Искажение Имен Атрибутов Аллаха И неправильно Понимать Тавхида Это утвержденные Программы В их университетах Которые называются Исламские университеты Сегодня По всему миру Пойдешь в эти университеты Которые называются Исламскими Тебя там будут Учить чему? Искажать имена Атрибуты Аллаха Тебя будут там Учить Искажать Понимание Тавхида Призыв к религии Аллах Как осуществляется? Хизбы Партии Группы Джамааты Невежественные Джамааты Невежественные Партии Которые дружат Или воюют С кем-то Или враждуют На основании Хизба своего Которые склоняются В сторону Своих страстей Куда идет страсть Туда они идут Джамаат Цель которого Власть Хукам Только хукам И поэтому Старается всех Неважно Какая у него Акида Всех объединить И собрать Под свою крышу Говорят Что это Маслаха То есть Это польза Такая Всех собрать Какая-то Группа Ихвану Сами Всех собрать И христиане Братья Лишь бы Цель осуществить Хукам Другая Тоже Группа Которая Попадает В Харам Группа Которая Тоже Много ее Последователей Невежественные Люди Которых нет Знаний И они пытаются Людей Ставить На прямой Путь Как Ставить На прямой Путь Если Самого Нет Знаний Демат Таблих Много Других Групп И так В призыве Расчлененность Партии Группа Которые Следуют За своими Страстями Не следуют Знаний Прокос Вахляки В нравственности То же самое Люди Большинство Множество Молодежи Особенно Которые Полностью Следуют За западом За их Привычками За их Повадками За кафирскими Подражают Им во всем Если Состояние Большинства Уммы Таково Сегодня Значит Эта Умма Она Валима То есть Она Умма Которая совершает Зульм То есть Несправедливая Умма Сегодня Какой может быть Насар Какая может быть Победа Поэтому Эта Умма И от И страдает От беззаконников Которые Нападают На нее Так Одних Залимов Мы Ставим На другими За то Что Они Приобрели Как Так Уну И Валя Алейкум Мы Учили Как И Вы Будете Так Будут Ваши Правители Поэтому И Помощь Аллаха Далека От нас Аллах Не нарушает Своего обещания Он Обещал Помогать Верующим И Обещал Что Он Не Даст Пути Каферам Против Верующих Обещание Аллаха Истинно Значит Проблема У нас Самих И Потом Уже Конечно Со стороны Чего Со стороны Снаряжения Со стороны Вооружения Тоже Ни для Кого Не секрет Что Сегодня Мусульмане Слабы По отношению К своим Врагам По отношению К их Производству Что Сегодня Мусульмане Используют Являются Пользователями Наихудших Продуктов Которые Производят Запад Наихудшее Что Им Не нужно Это Используют Сегодня Мусульмане Поэтому Единственное Средство Единственный Способ Этой Умпни Воспрять Это Вернуться К религии Аллаха И Вернуться К призыву К Призыву Словом Делать Призыв Словом Хорошо Потихонечку Закрывается Одна Дверь Призываешь Идет Другую Дверь Кто Боится Аллах Там Аллах Дает Выход Солом Алимхаммад 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 Алимхаммад